Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Марина Кабатюк и сегодня в нашей студии вице-спикер Карельского парламента Ирина Петеляева. Ирина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Ирина Владимировна, я предлагаю сегодня поговорить об очень нужном, на мой взгляд, законе, который давно необходим нашей республике. Это так называемый закон о бездомных животных. У него есть полное название, ну вот кратко, да. Да. Депутаты его приняли, но губернатор наложил вето. Что теперь? Какова судьба этого закона? Ну, уважаемые телезрители, здравствуйте. Во-первых, я должна сказать, что закон называется о некоторых мероприятиях по защите населения от болезней, общих для человека и животных. Прошу прощения, я даже подглядываю, потому что в результате большой работы мы пришли к выводу, что лучше мы назовем закон так, потому что в том звучании, как вы его назвали, Марина, пока у нас нет полномочий принимать такой закон. К сожалению, вот это перепитие между разграничением полномочиями федералов и регионального уровня, и несмотря на то, что в Государственной Думе лежит 4 года уже законопроект, который так и называется о защите животных, 4 года Государственная Дума не может его никак рассмотреть. У нас есть поправки к этому законопроекту. Я ездила в Государственную Думу, защищала и призывала депутатов Государственной Думы все-таки вернуться к рассмотрению этого законопроекта, потому что это очень серьезное, нужное направление в жизни и деятельности человека, которое надо как-то урегулировать. И закона такого нет. Дальше мы... Потому что эти-то полномочия у нас прописаны федеральным законодательством, этим мы можем заниматься на региональном уровне, но с другой стороны, несмотря на то, что губернатор наложил вето на наш законопроект, очень странно, что он его наложил. И при встрече, кстати, с губернатором мы ему об этом сказали, что, вообще-то говоря, Александр Петрович Худиланин, когда был главой Гатчинского района, а потом был председателем законодательного собрания Ленинградской области, то, раскопав всю историю, выяснилось, что он сам был когда-то инициатором такого законопроекта. И такой законопроект в Ленинградской области, в законодательном собрании Ленинградской области пролежал практически два года без движения. Поэтому я сказала, что Александр Петрович сам Бог велел вам все-таки продвинуть этот закон. И вот в результате дальнейшего рассмотрения на рабочей группе мы пришли к выводу, что мы принимаем те поправки, которые прислал уже теперь Александр Петрович, и идем на встречу друг с другом. Мы принимаем поправки и еще раз голосуем за закон и принимаем закон. То есть преодолевать вето депутаты не будут? Вы будете совместно дальше работать? Ну, в данной ситуации мы преодолеваем, как сказать, преодолевать вето просто в глухую мы не преодолеваем. То есть вот все принимаем. Мы согласились со всеми поправками, тем более именно поправками губернатора мы еще больше стали защищать животное. И поправки, в которых прям прописан механизм, что за два часа обязательно должно быть оповещение, что за животными будут выезжать там отлавливать животных. И что обязательно за два дня там должно быть сообщение в средствах массовой информации. И что обязательно животное не больше, чем пять часов должно находиться от момента отлова до того пункта, куда его везут, это животное. Что обязательно в течение полугода, как положено по федеральному законодательству, животное может находиться в неких пунктах, где и прописаны функции этих пунктов. То есть как раз все поправки губернатора нас порадовали, потому что они как раз развернули закон не только в защиту человека, как он до этого звучал, но еще добавили и очень большой пласт как раз защиты животного. Вот вы сейчас коснулись, наверное, ключевой такой темы, момента вот этого в законе, это момент отлова животного. Вот в новой редакции закона прописана ли какая-то этическая норма, да, то есть тот момент, что, например, присутствие несовершеннолетних? В этих поправках прописано досконально, и нас порадовала позиция Министерства юстиции. Именно вот в этом, позже, правда, мы выяснили, что, оказывается, у министра юстиции очень долго жила собака, и он действительно очень болезненно воспринимал сам закон. Он видел в тот момент, когда его первый раз прочитал, решил, что мы недостаточно четко прописали обращение с животными. И вот его позиция вылилась в эти поправки, где очень четко прописано, во-первых, что и отлов не может производиться никакими препаратами. Второе, что отлов не должен производиться под присмотром детей и в присутствии детей, это все-таки надо этические вот эти нормы соблюдать. То есть мы, услышав общественные организации, которые сегодня очень серьезно занимаются защитой животных, и они присутствовали у нас и в рабочей группе, и постоянно принимали самое активное участие, то есть правили все, что было написано, и практически вышли на те формулировки, которые они предлагали. Мы доверяем общественным организациям, предположим, это будет некий проект муниципалитета. Муниципалитет объявляет конкурс на некую деятельность, и мы доверяем общественным организациям заниматься защитой и охраной тех животных, которые, по воле и судя по остались безнадзорными. Мы не останавливаемся только на защите животного, мы хотим сказать, что главная все-таки тема была защитить человека. Я всегда вижу маленького ребенка, который, например, подходит с мамой к магазину. Около магазина сидит привязанная большая собака, и собаку привязали не полчаса, не 10 минут назад, а уже видно, что эта собака все, она никакая, это животное. В любой момент ее психика такого животного, даже очень хорошо от дрессированного, может развернуться. Вот что должна делать молодая мама с этим ребенком? Значит, мы это прописали в законе, и это некая жесткая норма, что если животное больше двух часов оставлено около магазина, то тогда можно приехать и забрать такое животное, потому что, значит, хозяину вообще-то плевать, что его животное мучается на морозе, а у нас были такие случаи, когда животное замерзало. То есть мы прописали жестко, что если животное выпущено без поводка, и оно не чипировано, то с этим животным, понятно, можно приехать и его забрать. Но хозяева тоже должны нести ответственность за то, что у них есть животное. Тем более, что в нормальных семьях, где живут животные, они практически члены семьи. И такого отношения, конечно, нельзя допускать. Самая главная проблема, на мой взгляд, которая сейчас существует, это проблема существования вот этих приютов для животных. В Петрозаводске сейчас есть всего один, он работает на общественных началах, и, честно говоря, полулегально. Что предлагает закон? Закон предлагает некое финансовое обеспечение исполнения законодательства. И это финансовое обеспечение будет под те заявки, под ту программу, которую мы прописываем в законе. Животных надо будет отлавливать, их надо будет, так называемая передержка, их надо будет сохранять в приютах. Надо будет сделать так, чтобы не допустить, чтобы мальчики жили отдельно от девочек, потому что главная проблема это в том, что у нас сегодня животных, мы не знаем их сколько, они не посчитаны. Все разговоры, это вот просто разговоры, что примерно в столице бегает сколько-то. Значит, мы договорились о том, что мы в законе прописали обязательно чипирование или ставить метку на животных, чтобы мы, наконец, посчитали, сколько у нас животных. И все это могут делать вот такие приюты для животных. Дальше мы прописали ответственность муниципалитета. В чем она может проявляться? Прежде всего, она может выделить такому приюту землю, она может выделить такому приюту старое помещение какое-то. Очень много стоит складских помещений безхозных. То есть можно выделить и помочь так общественной организации. То есть это не строительство новых приютов, это поддержка уже существующего? Да, если это будет некая услуга, которую мы ее прописали. Какая она эта услуга? Я еще раз повторяю, это наблюдение, посчитать сколько. Это очень серьезная услуга, посчитать сколько. Как можно наблюдать? Понятно, что это не в один раз все решится. Потихонечку при отлове животных мы ставим задачу, что они должны чипироваться. И понятно, даже вот в этот момент мы входим в некий конфликт. Хозяин может сказать, нет, я не хочу, чтобы мы его животного чипировали. Но на самом деле мы в законе прописываем, что на второй раз, если, например, попадается одно и то же животное, мы уже позволяем приюту отчипировать такого животного, потому что надо наконец посчитать, что происходит. Потому что я вообще считаю, что если хозяин добросовестный, то он сам заинтересован, чтобы у животного был чип, чтобы его, когда его найдут, то, ну, как члены семьи, чтобы быстренько хотя бы доказать, что это его животное. И мы сейчас сторонники того, чтобы эту работу делали не какие-то новые структуры при муниципалитетах, а вот те общественники, которым уже сейчас не безразлично, которые действительно волонтеры, они ищут деньги, находят... Но они душой, совершенно правильно, Марина, они душой болеют, это им интересно, вот чтобы эти люди могли, имели возможность такую услугу оказывать для муниципалитетов. Ирина Владимировна, очень важный момент еще, ветеринарная история. Вот два пункта здесь, которые меня интересуют, это стерилизация животных и случай эвтаназии. Предусмотрены ли они законом? Да, уходили от этого и так и эдак. Опять-таки, идем от защиты прав и человека, и защиты прав и животного. С одной стороны, ведь животные бывают больные, и необходимо, чтобы... Бывает, что животное находится не в адекватном состоянии. Но кто это может установить? Это должен установить ветеринарный врач. Это специальная служба. Это не просто так, вот я захотел, и я умершил животного. Так вот, мы в законе прописываем, что это могут делать только они. И только на основании их заключения это может делаться. Я понимаю опасения наших телезрителей. Они думают, вот сейчас у меня убежала моя любимая собака, ее вот быстро поймали, и ее быстро умершили. Такого точно не будет. Вот мы в законе прописали, первое, что прежде чем эти бригады выезжают, они должны оповестись через СМИ. И они должны появиться у вас в табличке на какие-то объявления на подъездах, что вот в такое-то время будет работать такая-то бригада. Это первое. Второе, все может быть, у вас животное могло сорваться, убежать, кто-то попросил, чтобы приехала бригада, забрала. Может быть такое. Но дальше в течение трех дней, как минимум, пока идет поиск хозяина, до шести месяцев это животное должно будет находиться в таком вот заведении, которое, ну, по-разному оно будет называться, приют, там, предположим, условно приют. И только на основании комиссии, которую мы прописываем, которую обязательно это ветеринар, прежде всего, только на основании этого будет приниматься решение исключительно по показаниям. Заниматься уменьшением, конечно, мы запрещаем, потому что это негуманно, это неправильно. Единственное, что мы попытаемся сегодня решить вопрос, и это еще вот предмет нашего регулирования, ну, наверное, как-то надо предотвращать бесконечное размножение животных на территории города Петрозаводска, именно тех, которые будут находиться в приютах. Поэтому это-то мы прописываем, что содержание отдельно мужских, женских особей, отдельное наблюдение, вот приют в тот момент, когда у них находятся животные, они должны будут нести за это ответственность. У меня последний вопрос, наверное, главный, это финансирование. Понятно, что всегда все упирается в деньги. Какие суммы здесь предполагаются? Вы знаете, очень сложно посчитать суммы, и никто нам их до конца не просчитал на самом деле, потому что, проведя огромную работу, мы написали во все муниципалитеты, во все поселенческие администрации, нам ответили, сколько примерно у них на территории это стоит. Но они-то считали только отлов животного. Никто не считал то, что мы сегодня прописали в законе. Сейчас этот процесс еще только начался, и поэтому, понятно, вот огромного сразу финансирования на решение проблемы не будет. Сейчас будет финансирование на конкретно заявленные муниципалитеты, примерно прикинули, вот именно прикинули, даже не посчитали, сколько у них может быть таких особей на территории. Ну, один только пример в Петрозаводске. Одни считают, что это максимум 50-100, а защитники животных считают, что их у нас тысячи. Но все зависит от того, что считать и как. И поэтому финансирование будет по мере наблюдения за самим процессом. То есть мы, подписав такой закон, договариваемся, что, приняв в окончательном виде, мы договариваемся, что каждый месяц мы ведем мониторинг того, а сколько, как продвигается вот этот подсчет этих животных. К сожалению, мы далеко отстали и от Финляндии, от Германии. Мы очень отстали от совершенно недавно ставших капиталистическими стран так называемого соцлагеря. Достаточно съездить в Чехию, в Польшу, посмотреть, что там уже вот этой проблемы нет. Ну, получилось так. Но, тем не менее, мы делаем первый шаг, и он тоже очень важен. Да, и надеемся, что нас поймут жители, что мы делаем очень гуманный первый шаг, но при этом все-таки во главу мы ставим защиту, прежде всего, человека. Спасибо, Ирина Владимировна, что пришли. Я желаю вам удачи в работе над этим законопроектом. Я напоминаю, в нашей студии был вице-спикер Карельского парламента Ирина Петеляева. На этом на сегодня все. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова